Охрана окружающей среды, просветительская деятельность, защита животных. Перед сбором заявок на конкурс второго губернаторского гранта провели День экологии. Его задача рассказать некоммерческим организациям региона о возможностях для тех, кто заботится о природе. Алексей Макеев об инициативе. Последние годы в Архангельской области заметно активизировалось экологическое движение. Общество объединяется для защиты природы. Примеров много. Один из них сейчас реализуется на средства первого губернаторского конкурса грантов в Котласе. Под ярким названием «Будущее через зеленые очки». Это волонтерский проект, который направлен на то, чтобы ребята убрали несанкционированные свалки, которые находятся на территории лесополосы недалеко от города Котлас, на берегах рек, в каких-то рекреационных зонах, куда мы с вами ходим за грибами, ходим в походы и ходим отдыхать. В прошлом году в конкурсе губернаторских грантов по экологическому направлению было шесть победителей. Общественники помогают животным, ведут просветительскую работу. Проект направлен на обучение учеников 2-4 классов, 3-й школы города Новодинска, 1-й школы города Архангельска, о изучении флоров и фауны Архангельской области, ну и в том числе безопасному поведению детей. Чтобы как можно большее количество некоммерческих организаций региона смогли реализовать свои идеи, в этом году финансирование грантового конкурса увеличено. Губернаторский центр и его специалисты сейчас консультируют желающих довести замыслы до воплощения. С 1 июня у нас запускается заявочная кампания в губернаторском центре и продлится до 1 июля до 23.30. В это время можно будет подать заявку по 19 направлениям, которые у нас представлены на сайте. Направление охраны окружающей среды и защиты животных предусматривает повышение повседневной экологической культуры людей, развитие инициативы в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, а также профилактику жестокого обращения с животными. В этом году размер грантов может достигать 2 миллионов рублей. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29.